Современная Спарта основана заново, через века запустения. И в самом городе о древней Спарте напоминает только одинокая фигура спартанца, стоящая рядом со стадионом, а также крошечный музей из трех залов и раскопки на окраине, которые большим вниманием туристов не пользуются. Это место мы как раз и осмотрим, оценив действительно ли это руины древней Спарты. Среди оливковых деревьев не сразу найдешь хоть какие-то признаки того, что гордо называется Спартанским Акрополем. Ну вот, говорят, что это древняя Спарта, но что-то тут ничего нету. Вот вытащили какие-то каменюки, явно считают, что они древние. Может быть, может быть, может быть. Стена. Но, как известно, у Спарты городских стен не было. Это, видимо, более поздние уже, там, римского периода, вернее раньше. А вот какие-то остатки города. Ну, что-то тут копают. Видно какие-то остатки помещений, ну и более того. С этой стороны зайдем. Что мы тут увидим? Ну, видимо, это какие-то были складские помещения. Вот. Ну, больше ничего не видно. Какой-то памятник чему-то. Он может быть и сто лет, и три тысячи лет. Ну, ближе все-таки. А, вот есть круглая колонна. Может быть, это что-то древнее. Ну, вот все, что осталось от Великой Спарты. Вот несколько камней. И все. И все. Вот еще обломок какой-то колонны стоит. Тут как таковых хороскопок, я вижу, и не было. Нашли какой-то кусок. Вон там еще кусок стены. Но это непонятно что. Вот здесь кусок тоже какой-то стены. Никто не знает, сколько ей лет. Никаких надписей. Ничего. Мы только знаем, что здесь Спарта была. А вот что это за укрепление, или это дом такой был, искаменюк сложен, мы сказать ничего не можем. Вот. Там примерно север. Если кто и приходил воевать в Спарту, то оттуда скорее. Ну, вот и все. Вон там обломки какие-то валяются. Не видно, чтобы вообще были какие-нибудь раскопки. Пока мы идем по дорожке, небольшая выдержка из описания Эллады, путешественника Павсания, который видел здесь во II веке н.э. целый музей под открытым небом. Вот как он описывает о гору. У лакедемонян, занимающих Спарту, наиболее заслуживает осмотр и главная площадь, здание Совета Старейшин и правительственные учреждения на площади. Самым замечательным сооружением на площади является тот портик стоя, который называют персидским и который сооружен из медийской добычи, но с течением времени он превратился в величественное и великолепное здание, каким он является теперь. На колоннах стоят статуи персов из белого мрамора, в числе их статуя Мордония, сына Горбия, командующего персами в битве при Платеях. Изображена и Артемисия, дочь Лигдомида, царствовавшая на острове Галикарнаси. Говорят, что она добровольно отправилась походом на Элладу вместе с Ксерксом и отличилась своей доблестью в битве при Соломине. Ну, надо сказать, что доблести там особо не было, кроме бодрого отступления, больше источники не дают никакой информации. Нет, это не руины от Спарты, это обломки византийской базилики. Ее, как и спартанские древности, разграбили вовсе не турецкие оккупанты, а местные жители, растащившие по кирпичикам прежнюю славу Эллады. А также католическое священство, получившее от турецких властей разрешение на вывоз всего, что можно утащить в музей Ватикана или в Лувр. Один из самых активных экспроприаторов древностей применил Спарте такую тактику, что нельзя вывести, зарисовать и уничтожить. Множество спартанских надписей были встроены в стены византийских базилик. И все они утрачены именно потому, что были слишком массивны. Читаем дальше повсания. На площади стоят храмы. Один цезарю, который первый из римлян пожелал стать единодержавным монархом и первый установил теперешнюю форму правления. Второй сооружен в честь Августа его сына, который еще тверже укрепил императорскую власть и по своему достоинству и могуществу далеко превзошел своего отца. После жертвенника Августа показывают медную статую Агия. Говорят, что этот Агий предсказал Лиссандру, что он победит и захватит флот Афинян при Гаспотамах. У спартанцев на площади стоят статуи Аполлона, Пифаея, Артемиды и Латоны. Недалеко отсюда храм Геи Земли, Зевса Агарея, покровитель рынков, равный храм Афины Агареи, Посейдона, которого называют Асфалием, заступником. Затем опять храм Аполлона и Геры. Вот это выдают за храм Афины Меднодомный, главный храм спартанского Акрополя. Для этого нет никаких оснований, потому что само сооружение полностью разрушено. А археологические находки, о которых мы поговорим в другой раз, весьма странные. Читаем дальше повсания о спартанском Акрополе. Акрополь у Лакедемонян не поднимается такой замечательной по своей высоте скалой, как Кадмея у Фиванцев или Лариса у Аргивиан. В Спарте много других холмов, но тот, который поднимается выше других, они называют Акрополем. Тот холм, на котором якобы расположен спартанский Акрополь, совсем не выше других окружающих холмов. На нем сооружен храм Афины, называемый Палухас, градопокровительницей. Ее же называют они Меднодомный. Храм статуи Афины и то и другое из меди. На меди в виде рельефа были изображены как многие из трудов Геракла, так и другие его подвиги, которые он совершил добровольно. Затем подвиги сыновей Тендерея. Там есть изображение, как Гефест освобождает мать от оков. Тут же брельеф, нимфы дают Персею, собравшемуся в Ливию для борьбы с медузой, подарки, шапочку и крылатые сандалии, при помощи которых он будет перенесен по воздуху. Изображено здесь и рождение Афины, изображены также амфитриты и посейдон. Эти брельефы самые большие и, как мне кажется, наиболее заслуживающие осмотры. Есть там второй храм Афины Эрганы, работницы. В портике, обращенном к югу, есть храм Зевса Космета, у строителя порядка, а перед ним могильный памятник Тендерея. В западной части портика есть два изображения орлов, а с ними две одинаковые ники победы. Это приношение Лиссандра в воспоминания о двух победах. Одной под Эфесом, когда он победил помощника Алкивиада Антиоха и Афинский флот, а затем второй, когда при Гаспотамах он захватил весь Афинский флот. Недалеко от храма Афины Меднодомной они воздвигли храм Мус, в знак того, что они, лакедемоняне, выступали в сражении не под звуки трупа, а под звуки флейт и под игру лиры и кефары. Позади храма Афины Меднодомной есть храм Афродиты Ареи, воительницы, и ее деревянное изображение самое древнее, какое только есть у эллинов. А вот это театр, которого в этом месте, судя по описаниям Повсания, не должно быть. Здесь он прямо подпирает Акрополь, а у Повсания находится в стороне, к западу от Агоры, главной площади. И у Повсания это беломраморное сооружение. Кресла переднего ряда изготовлены из камня по форме человеческой фигуры. Очень удобные. Капитель Каринской колонны, явно позднего происхождения. Вероятно, как и сам театр. Но даже если бы это было сооружение римского периода, его бы не мог не заметить Повсаний путешественник. Нет, это совсем не то место, где была древняя Спарта. Там, кстати, поблизости от стадиона Повсанием царем были захоронены кости царя Леонида, которые через 40 лет после его смерти в Фермопильском ущелье были разысканы и перенесены в Спарту. Почему этого не было сделано до этого времени? Возможно, потому что препятствовали войны с афинами и их союзниками. Вот колонны непонятного происхождения, сложенные как дрова. Несомненно, они относятся к более позднему периоду, может быть, византийскому. Пробовать оливки не рекомендуется, разве что для того, чтобы убедиться, что они отчаянно горькие. Древний грек, который обнаружил, что есть метод изгнания горечи и получения из оливок масла, был гением. Может быть, за это его почитали как бога, точно так же, как Диониса, научившего изготавливать вино. Подведем итог. Следов крупных сооружений, которые описывал Павсаний, на окраине современной Спарты не обнаружено. Нет ничего, что свидетельствовало бы о множестве архитектурных памятников, о горы. Акрополь находится не на доминирующей вершине, о чем писал Павсаний. И сооружения на нем очень компактные. Театр находится не там, где должен был находиться. Мы приходим к выводу, что здесь раскопан небольшой лаконский городок с сооружениями римского или византийского периода. Настоящая Спарта находится где-то в другом месте.